Дорогие друзья, мне кажется, что мне удастся вас поразить, потому что я хочу рассказать вам о двух гениях, которые космические, что ли, которые перевернули мир. Один мир скульптуры, другой мир живописи, а в принципе это мир искусства, причем необычайно богатый, переливающийся всеми красками. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Люди, которые приезжают в Стокгольм, обязательно посещают Милес Гордон. И вот когда мы проводим наши академии в Стокгольме, то одно из самых главных посещений – это Милес Гордон. Знаменитый скульптор Карл Милес, который заработал огромные деньги в Америке, приехав назад в свою родную Швецию, эти деньги потратил на то, что купил огромный кусок земли и построил там то, что сегодня называется с гордостью Милес Гордон. Но у него была еще одна мечта. Да, Милес Гордон в Стокгольме – это будет, есть и было событие. Но ему хотелось, чтобы в городах, в маленьких городах Швеции появлялись его скульптуры, чтобы люди жили среди красоты. И вот одно из воплощений его мечтаний – это крохотный городок, который называется Хельнефорж. И в этом городке, прямо рядом с домами, обычными, красивыми, уютными домами, находится парк Милеса. Здесь его поющие трубящие ангелы, здесь его знаменитая рука Бога, уменьшенный вариант. Здесь, в числе прочего, на мой взгляд, величайший, когда-либо созданный памятник Людвигу Ван Бетховену. Чудо творчества Карла Милеса в том, что он в своем созидании христианин, пантеист, антропософ, индуист, египтолог. То есть в его работах, по сути, ощущается всемирная религия, всемирная философия. Поэтому, когда мы смотрим его работы, летящие в небе, имеющие только одну точку опоры в несколько квадратных сантиметров и точно рассчитанное на баланс, мы находимся вместе с ним в небе. Мы потрясены его невероятным ощущением вечности. А еще удивительное место, которое находится в Далер. Это небольшой городок с населением 20 тысяч под названием Мура. Но в этом городе были величайшие люди искусства. Туда приезжал Сергей Дягилев перед тем, как создать русские сезоны в Париже. Туда приезжал Константин Коровин. Туда приезжали короли, императоры. Зачем? Маленький, заброшенный, затерянный шведский городок в Далерне. Потому что там родился, а через 60 лет умер и провел лучшие годы своей жизни гениальнейший художник Андерс Цорн. Дело в том, что Цорн был культовым художником на грани 19-20 века и в Америке, и в России. Его творения поражают и сегодня. Для него было самое святое место, его маленькая Мура. Он приехал туда, купил землю. Вот как Миллес купил землю в Стокгольме, так он купил землю в Муре. И там перевез туда дом старый, дом своего деда. И реконструировал его. Перестроил его и появился один из уникальнейших проектов в истории архитектуры. Дом, который хранит черты викторианские, черты викинговские, черты сельского жителя Швеции. И вот все это вместе в сочетании дало особый неповторимый формат. Именно в этот дом приезжали величайшие люди того времени. Это Андерс Сорнс музеем, один из самых известных и известных музеев. Он существует в 1939 году, то более чем 75 лет. Сорнс хем в Муре, который находится в городе, это тоже был музеем с 1942 года. И здесь посетители, посетители из России и из всего мира. 65 000 или 70 000 посетителей каждый год, чтобы участвовать в Сорнс музеем. Вы себе даже представить не можете, сколько знаменитостей, сколько великих людей перебывало в этой гостевой, даже не знаю, как сказать, комнате или огромном зале, высотой потолков 9 метров, с возможностью танцевать здесь, общаться. Здесь были все. Здесь был Сергей Дягилев, здесь был Константин Коровин из России. Здесь были американские миллионеры, английские лорды. Приехать сюда, в Муру, к великому художнику, который при жизни считался абсолютно величайшим художником своего времени, а может быть некоторые даже говорили всех времен, считалось высшей честью. В 1897 году была выставка, и ЦОРН приехал в Россию. Русское художественное общество. Сами художники, искусствоведы испытали потрясение. В русском искусстве появилось слово «ЦОРНИЗМ» – признак абсолютной гармонии и совершенства, подарка божественного художнику. Вот общее мнение выразил когда-то Грабарь. Он сказал, что вот получить такое и сразу все от этого мира мог только художник счастливый. Потому что все, что он сделал – это высший пилотаж, там высшая красота. Я дальше продолжаю немножко своими словами. Тогда во времена Грабаря не было понятия «высший пилотаж». Ну вот посмотрите работы, и вы все поймете. Кстати, в России ЦОРН показал публичный рисунок. То, как он в присутствии всех делал портрет княгини Тенишевой. Ничего подобного люди никогда не видели. У ЦОРНа в руках была одна широкая кисть. Практически он пользовался тремя красками. И работал крупными мазками на глазах у всех. За очень короткое время возникло чудо. Никто не мог понять, никто не мог подражать. Но появление ЦОРНа в России было переломным моментом. Да, я не преувеличиваю и не оговариваюсь. В русском изобразительном искусстве. Потому что у нас еще были передвижники, которые уже ушли. Они, как сказать, надоели. Они не были популярны. На их выставки уже не ходили. Потому что людям надоела сюжетная живопись. А импрессионизм еще в России не пришелся ко двору в конце 19-го, начале 20-го века. И вдруг появляется Андерс ЦОРН из далекой Муры, из Швеции, из Далерни. И совершает переворот. Но что самое интересное, когда в Швеции праздновали Митцоммар, или Средина лета, со всеми уникальными обучиями и традициями, ЦОРН из любой страны возвращался в Швецию. Сюда. Потому что он не мог жить без всего этого. И писал, писал эти танцы. И когда ЦОРН написал портрет английского короля, к нему обратился Рокфеллер. Попросил написать его портрет. ЦОРН сказал, вы просите, но не представляете себе, сколько стоит написать портрет. Сколько вы должны заплатить за этот портрет? Рокфеллер сказал, сколько бы не заплатил английский король, я заплачу на доллар больше. ЦОРН сказал, к сожалению, я должен ехать. Так простой человек из Северной Швеции поставил на место одного из богатейших людей мира, перед которым преклонялись все, и уехал для того, чтобы зафиксировать вот эти уникальные сцены. Посмотрите, никогда еще живопись не передавала сам дух праздника, сам дух красок, дух движения. Здесь все как бы размыто. Почему? Вот эффект фотографии будущего, да? Потому что все мечется и мчится с такой скоростью, что никакими красками, никакими мазками за этим не успеть. Это, с одной стороны, чисто реалистическое отображение праздника с костюмами местными, а с другой стороны, это уже авангард, и это уже поздний импрессионизм или пост-импрессионизм, потому что он захватил все стили, он получил счастье общения с высшим искусством изображения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова